Привет, друзья! Рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И, наверное, стоит мне попросить прощения за то, что мы давно не выходили в эфир. Честно говоря, как-то не было настроения и, в общем, не хотелось брать руки в камеру и ничего снимать. Но я понял, что хватит лениться, хватит прокрастинировать. И мы продолжаем наши выпуски. Ну что, сегодня мы планируем показать какую-то бытовуху. Кстати, эти те ролики, которые заходят лучше всего на нашем канале. Ну что, вы готовы? Поехали! Но прежде чем мы продолжим, я хочу напомнить вам, что у нас есть инстаграм, вернее, у меня есть инстаграм, куда я пущу всякое разное в дополнение к контенту на ютубе. И еще я запустил телеграм-канал, в котором я пущу все, что происходит вокруг меня, все, что происходит в яхтином мире, какие-то интересные новости и прочее-прочее. В общем, подписываемся на телегу, ссылочка в описании. Ну и на экране вы ее сейчас видите. Погнали дальше. Итак, как я вам и говорил, у нас сегодня в выпуске будет бытовуха. Для тех, кто нас давно не смотрел или забыл, где мы находимся, мы находимся в Панаме Линтон-Бэй-Марина. Это атлантическая часть Панамы. Кстати говоря, касательно Панамы, очень многие люди думают, что Панамский канал проходит с востока на запад и Панама находится вертикально между Тихим и Атлантическим океаном. Это не так. Панама находится горизонтально и идет с востока на запад, ну или с запада на восток. С одной стороны Колумбия, с другой стороны Коста-Рика. Между Панамой и Колумбией проезда нету. Ну, собственно, дороги там нет. А Коста-Рику есть. Поэтому Панама является той точкой, в которой заканчиваются дороги с самого верха Северной Америки. И, собственно, в Панаме дороги заканчиваются. Дальше идет Колумбия и уже до Ушвай в самый низ. В общем, небольшой урок географии вы получили. Все, с этим разобрались. Идем дальше. Сегодня у нас в выпуске будет приезд нашего друга. К нам приезжает Саша. Вы его знаете, мы уже с ним были на Ямайке. Он приезжает и мы что-то будем придумывать интересное. Стоим мы здесь, на Буе, в Линтон-Бэй-Марина. У нас пока все без изменений. Но мы планируем наше дальнейшее перемещение. Пока здесь, мы пока готовим. У нас скоро будет ролик, как мы готовим хардтоп на нашу лодку. Нифига себе. О, хотите я вам покажу одну интересную штуку. Вы знаете, что у нас здесь в Марине есть такая компания, как Ocean Builders. Это очень известные ребята, которые делают такие дома, поды, эко-поды, которые будут стоять на воде. У них скоро будет премьера, то есть первый запуск. Вот вы видите этот дом, который стоит на воде. Идемте, я вам его покажу. Я думаю, вам будет интересно. Видите, это прекрасное строение. Кстати, об этом проекте у нас будет выпуск на нашем новом канале. Все ссылочки внизу. Ну, я думаю, что вам будет интересно. Те, кто знают английский, будут с большим удовольствием, я думаю, смотреть на вот это вот строение. То есть, увидите, какая это большая конструкция. Сейчас мы внутрь зайдем, посмотрим, что там. Так, ну что, вот это еще сейчас пока все не готово. Мы пока поднимаемся. Так, сейчас вот вы видите, здесь вот это вот все готово. Вот это первая часть. Здесь будет кухня. All good, all good. Work, sleeping? Это будет у нас мебель. Why don't you sleep? I just film a little bit. Так. И вот сейчас мы выйдем на балкончик. И вы посмотрите, какой отсюда шикарный вид. Смотрите. Главная высота. Здесь будет вот спереди вот это все. Это будет большое стекло. То есть, оно не будет загораживать вид. А вот это. Это джакузи, которая будет стоять под открытым небом. Видите, сейчас там все, что происходит. Это кладется со всех сторон тик. Ну, в общем, будет такая джакузи с тиком. Ну, вот это будет вот такой балкон большой. Внутри это будет кухня. А теперь давайте пойдем на другую сторону. Я покажу, как будет выглядеть спальня. Так, пол тут уже есть. Окна все открывающиеся в разные стороны. Кондиционирование. Так, вот так вот обходит. Здесь получается вот это будет такая барная стойка. И вот большая кровать, с которой будет вот открываться такой вид. Ну, это будет стоять все не в Марине, а в другом месте. Ну что, вы видите, что будущее уже к нам приходит. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, я думаю, это была коротенькая экскурсия для вас. Интересная. Ну, а мы идем, занимаемся дальше теми делами, которыми и занимались. Смотрите, какую хрень я вам сейчас покажу прикольную. Блэк Мэджик. Балласт. Бэнэс. Это, я так понимаю, был когда-то, наверное, какой-то рыбацкий корабль, который потом совершенно спокойно из него сделали вот такое туристическое корыто. Иногда мне кажется, что, наверное, рыбаком лучше было бы и утонуть. Ну, прямо очень все серьезное. Вот такие вот ужасы бывают у нас. Приходят в нашу Марину на ремонт. В общем, я не знаю, что с ним делали, но красили точно и его приподнимали. Что-то делали с валами, с винтами. В общем, я думаю, что делали просто какое-то обычное техническое обслуживание. У нас тут есть маленькая проблемка. Мы сейчас будем становиться в Марину. Вернее, наверное, пойдем сначала спросим в Марине, есть ли место. А я вам сейчас покажу, почему. Во-первых, наш тузик стал унылым говном. Смотрите. А это связано напрямую с тем, что у нас, вот, вы видите, баллоны. Они прямо вот себя плохо чувствуют. И вот там вот под баллоном висит вот то, что мы клеили. Короче, нужно будет сейчас вытащить наш тузик. Так, на пирс у нас есть уже клей, который мы будем это клеить. Клеить мы это будем все 3M5200, 5200. И я надеюсь, что его там на какое-то время хватит. Хотя это, конечно, как решение, ну, прямо не очень хорошее. Несмотря на то, что этот клей реально клевый, со временем, может быть, за счет того, что просто в тузике постоянная нагрузка, когда тузик выходит на глиссер, начинает лететь, эта вот часть постоянно подрывается. В общем, жопа. И нам приходится его клеить достаточно часто. Тузик нужен вот где, но надо будет смотреть. Может быть, будем что думать с новым. Но они стоят просто дорого. И это не запланированные наши расходы. Потому что заплатить, допустим, сейчас 4000 за тузик я не готов, потому что это типа out of our expenses. То есть за пределами наших запланированных расходов. Поэтому мы пока еще какое-то время будем мучаться с нашим. Если найдем что-нибудь, какой-то супер дел, то, конечно же, купим. Если не найдем, пока еще пострадаем вот клейкой этой клячи. Что это за кляча? Что это такое за прекрасное транспортное средство? Александр, здравствуйте. Что у вас за кляча такая? Ну, слушай, вот такая вот у меня. Тихо. Такой вот пепел лац. Ну что, добро пожаловать в Панаму. Грася, сеньор, грасиас. Мы в баре заказали пиццу. Так что все, всем пока. До встречи завтра при парковке. Мы пошли веселиться. Вот мы пришли в Марину. Стали. Единственное, что место у нас, конечно, не очень. Смотрите. У нас вот идет проход, который заход в Марину. И вот мы стоим здесь сбоку. Здесь дальше идет проход прямо на понтон B. И вот здесь идет поворот на понтон A. Короче, мы стоим на самом проходе. И все, кто проходит, все с нами здороваются. Мы, конечно, этому довольны. Но уж понимаете, что это отвлекает. Вот мы вытащили наш тузик. Вот у нас мотор. Саша, привет. Привет, привет. Вот у нас наша Yamaha здесь лежит. Мы разобрали наше все барахло. Вот оно. Мы, короче, взяли сейчас, посмотрели, что у нас. Но, тем не менее, я скажу, что здесь вот это все, оно нормально. То есть здесь оно не сдувает. То есть где-то проблема в другом месте. Чуть-чуть вот тут вот небольшая проблемка. Мы ее заклеили. 50200. Но это не проблема, это просто чисто косметически. А здесь мы подошли к ребятам из Ocean Builders, которые строят дом. И они нам дали какой-то компонент, который называется жидкая резина. То есть два компонента. А и Б смешиваются 50 на 50. Покрывается. И якобы оно должно быть нормальное. То есть красочку мы снимаем вот такой вот Removador Depintura. То есть фигня, которая смывает краску. Вот это место, это как раз снятие. Мы еще немножко здесь наждачкой зачистим. И будем красить. Вот так оно получается. То есть вот это первый слой. То есть он еще чуть-чуть липкий. Но не сильно. Я не знаю, что это такое. Ребята, не спрашивайте меня, что это за фигня. Но мне сказали, что это мягко. Это можно покрывать PVC. Я думаю, они четко знают, что это такое. Если это не сработает, тогда мы будем думать дальше, что делать. И уже искать какие-то компоненты, как дальше чинить. Потому что это тузик мне уже вот где стоит. Я покрасил здесь второй слой. Оно стало вот так ровненько. Здесь покрашен первый слой. На самом деле оно все это, конечно, колхоз жуткий. Но мне сказали, что вот эта вот фигня, она мягкая. И ее вот прямо для этого тузика, то она вполне подходит. Я не показываю все процессы. Потому что я думаю, как эпоксидку смешать один к одному. Сильно много времени тратить не нужно. И как это все красится, просто кисточкой красится. Если вы хотите вот так вот в деталях это все видеть, напишите, пожалуйста, в комментариях. Потому что мне кажется, на этом тратить время не стоит. Поэтому ваше мнение здесь очень важно. Так, ну что, проверяем тузик. Ну, вроде крепенький. Хер его знает. Подождем еще. Тоже плюс некоторый. У нас на лодке сейчас месс. Посмотрите, сколько всего валяется. Вот эту, кстати, солнечную панель, я ее померил. Она более-менее нормальная. Я ее оставил, чтобы заряжать наш пауэрбанк, пока все панели нормальные не придут. У нас тут такая вот штука есть. И так как у нас из всех зарядок сейчас только марина, ну вот мы стоим в марине. И вот так у нас лодка работает. Ну, Сашу мы сейчас отправили в Панама-Сити. И мы будем пить мате, так как погода сейчас нелетная. Вот она. Поэтому можно сделать небольшой перерывчик. Мате вкусно. Если вы не знаете, что такое мате, это такой куст. Это вообще не чай, просто какой-то куст, который достаточно горький, но в нем очень много кофеина, наверное, потому что он очень бодрит. И иногда, вот если ты такой чуть-чуть засыпаешь, можно выпить кофе, а можно выпить мате, и мате тоже прикольно. Привет! 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 Все хорошо? Привет! Зовут собаку Наташа. Так, а мы здесь сейчас будем есть. Бальбоа. Завтракать. Завтракать будем Бальбоа. У нас, кстати, здесь будет этот местный, местная еда. Отлично. Местная еда. Как выглядит, Александр? Ну, я думаю, что местная еда красная. Нет, красная. А зеленая, это импортированная еда. Да, кстати, может быть. Вот, на, Диночка. Сейчас мне руки в голову. Нет, Наташу трогала. Дина пошла мыть руки, потому что она трогала Наташу. Ну что, ты доволен? У тебя пиво запускает день. Слушай, да, неплохой завтрак. Жидкий хлеб. Да, конечно. Это же пиво, как оно может быть алкогольное. Ух ты, а что у нас здесь из еды есть? Это местная еда. Суп, курица, картошка, как сказали, гуляш, но это, я думаю, фасоль. Огонь соус. Всякие кепчики. А это что у тебя? А это кто здесь? А кто это? Это манго с... Это пресс-папайя с пайнэпл. Папайя и пайнэпл. Класс. Ну что, пробуете? Да. Салада Руссо. Кстати, он ин салада Руссо. Кто не знает, что такое оливье, рассказываю. Вот здесь есть оливье. И я даже знаю, кто его научил готовить здесь местных. Без колбасы. Где колбасу найти? Приятного? Да, спасибо. Так, вот она наша кляча. Ты готов? Попиздавамос. Да. О, ла, ла. Пфф! Ха-ха-ха-ха-ха! Я-ха! Ха-ха! Можно он туда поставить? Да-да, я так хочу. Такс, вот мы приехали в нашу прекрасную тьенду. Что у нас тут пишет? Томатный сок. Так, поехали от самого старта. Поймись. Шверц? О, томатный сок. Мы нашли томатный сок. Томатный сок есть? Да, вот. Да ты что? Это томатный сок? Да. Вау. У меня не было шансов. Все? Да, поконим. Погнали. Такс, сколько у нас там получилось? 140? 140, да. 140 чем-то. Да. Ну вот такая история. Ну слушай, мы нормально закупили. Я единственное переживаю, что мы мясо взяли довольно много. И нам бы, конечно, кого-то еще позвать. Да не, нам же его не взять, у нас есть все. Мы себе возьмем сколько нам надо его. Развернусь. Аля. А, да Канинамо Мэй-то возит отсюда? Да, да, да. Он не криклама стоит. Из деревни Намамэй. На Мамэй к дедушке. Так, а там сейчас это самое, народ скупался, видел? Да, 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 так, это все вот туда и едут. Так, мы, получается, не купили лед. Ну, лед мы купим потом на этот, когда будем... Так, а у нас сейчас есть вот эта штука волшебная. Да, ну. Можно сделать эксперимент, просто как она там будет жить. Да нормально будет. Я вам предложил купить просто пакеты, дай вот туда высыпать. Посмотрите, что будет. Начнем с больше дьявола. Хоба. Настал на что-то? Да, вот. Не-не, мы взяли специальную эту самую. Кахету? Кахету, да. Эту, термал. Да? Смотрите, воде. Да? Что сделать? А, закончилась бутылка? Смотрите, вода. Да. Вернее, сейчас что? Досыпа? Досыпа. 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 Ну вот, еще досыпа, еще можно еще сыпа. Режем мяса. Вот у нас мясо. С луком. Так, мы готовы. Теперь это все складываем и маринуем. У нас тут есть собачка, которую Дина постоянно лечит. Дина, зачем ты лечишь эту собаку? Потому что он лузер, но заслуживает внимания. Короче, собака лузер заслуживает внимания. А Дина пытается этой собаке помочь, капает ей ушки, дает от глистов таблетки. А что это ты ему даешь? А сейчас он будет получать отборные обрезки. Ого, вот это у тебя серьезно все. Давай. Так, вот этот наш лузер, Перо. Перо, ты лузер, проси, проси мяско. Ну что у него с ухом, нормально все? Ну оно не болит, но по-моему гно еще есть. Но оно у него не болит, вижу, затрогать надо. И оно уже не льду-то. В общем, он себя чувствует значительно лучше. Ты ему что, все даешь? А что, не все думаешь? Ну что, мне кажется, ему многовато. Ну ты, как ты у него заберешь уже теперь? Так, я у него заберу? Ну. Ну и куда вот, да не... Так я заберу. Какая ты злая? Ну дай ему еще пару кусочков. Ты же сам сказал, что здесь. Да не, ну, даже, что это такое? Мышка идет, теперь придется... Мышки дай подсрачник, мышка плохая на меня укусила. Перо. Мышки тоже придется. Перо, можешь мышку обидеть. Нет, ну мышка, теперь уже все они. Дай ему тоже кусочек. Все, собаки довольны, водичка у них есть. Мышка, это самая нелепая здесь собака. Вот есть собаки некрасивые, и это она. И так, у нас здесь завтрак. Как вы относитесь к шампанскому на завтрак? Мне кажется, это красиво. Ну и естественно салат, как атрибут здорового образа жизни. Друзья, вот наш очередной выпуск подошел к концу. Он все-таки был не совсем обычный, потому что на нашем канале мы стараемся делать выпуски более тематическими, которые посвящены какой-то одной определенной теме. Если мы едем в колонн, мы рассказываем о колонне. В данном случае у нас получилась такая зарисовка, такой скетч о том, что мы делаем, когда к нам приехали гости, съездили в магазин. Короче, такая бытовуха. И для меня очень важно понимать, интересен ли такой формат видео, либо оставаться в тематической струе. Поэтому я попрошу вас дать обратную связь. Мне нужно понимать, развивать этот формат, либо же наоборот его не развивать. В следующем выпуске мы с нашими друзьями Сашей и Аней поедем в Панама-Сити и покажем вам этот город. Потому что многие думают, что это какое-то небольшое поселение. На самом деле это город с небоскребами, с большими красивыми зданиями. И это финансовый центр Центральной Америки. Поэтому об этом городе будет наш рассказ уже в следующем выпуске. А пока с вашей стороны обратная связь. Не забываем проверить подписку, проверить колокольчик, лайки, потому что это нас радует. И до встречи уже в следующем выпуске. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!